В службе переливания крови участвовали доноров. Мероприятие это было посвящено Международному дню донора, который отмечается 14 июня. Сюда были приглашены те, кто сделал больше 40 кроводач. У нас стала традицией тоже в этот день приглашать своих друзей, своих кадровых доноров. И во всем мире, во всех разных странах доноры получают поздравления, им приносят слова благодарности. Донорство – благородная миссия. Хотя далеко не всегда доноры знакомы с теми, кому перелили их кровь, но они понимают, что делают очень нужное и полезное дело. Сам был свидетелем, как моя кровь, например, приниматься зимой, спасла жизнь молодого человека с наживым ранением сердца. Ребята, когда видели, подписаны, перелили его. И вот такие вот ситуации, поверьте, и с вашей кровью происходят, они ежедневно происходят и спасают, вы должны это четко знать, десятки и сотни жизней. Это важно. То есть потом люди эти, не зная вас, они в принципе благодарны, в том числе не только врачам, но и вам. Поэтому я от всех работников здравоохранения, от нашей больницы очень вам благодарен. Символично в день донора были вручены удостоверения и медали «Почетный донор». Это правительственная награда, которая носится на груди справа. Теперь ряды кумертауских почетных доноров пополнили еще пятеро человек. Герман Данилов, Александр Попов, Рамазан Айткулов, Юрий Данилов, Николай Максимов. Чувствую, как сказать, какую-то гордость, что оказал людям помощь при сдаче крови, потому что сейчас очень много требуется крови во время операции, во время ДТП. Ну как-то мне неожиданно, конечно, позвонили, приходите, будет госпраздник. Но я не знал, что именно вручат удостоверение, но приятно, конечно, волнительно даже. Александр Попов рассказывает, что специально почетным донором становиться не стремился, но кровь сдавал регулярно. Целью как таковой не преследовал никогда. Просто первый раз сдал другу кровь. Как-то пошло, поехало. Мне кажется, раз кровь нужна, почему бы не сдать. После сдачи крови я себя чувствую, что это самое лучшее. Вот, и она как-то уже и говорят, и омолаживает, и вообще там, в смысле, ну, все-таки помогаем же людям. Сейчас, тем более, еще обстановка такая стоит. Тем более, он в Украине, и сами тоже туда, сколько убивают, им надо кровь тоже будет. И будем сдавать. Здесь же, в торжественной обстановке, была вручена почетная грамота министра здравоохранения Республики Башкортостан, победителю конкурса «Лучший донор России по Республике Башкортостан». Им стал Сергей Мережко. Сергей Николаевич дает кровь уже 28 лет. Он сделал больше 200 кроводач. А начиналась его донорская история необычно. В 87-м году родилась дочь. Нужен был отгул, сдал. А потом прирос к станции переливания крови. Захотелось почетного. Всего в Кумертау почти 600 почетных доноров. Они получают один раз в год выплату около 12 тысяч рублей. Эта выплата назначается им пожизненно.